Учеников много, а учителей мало. 1 сентября во многих школах Новосибирска на торжественные линейки пригласили только первоклассников и будущих выпускников. Остальным просто не хватило места в школьном дворе. Тех, кто впервые сядет за парту, в этом году рекордно много – 19,5 тысяч. Кто их будет учить и когда школы смогут перейти на работу в одну смену? Мария Черешнева изучила ситуацию в Новосибирске и соседних регионах. Первый звонок только для первоклассников и старшеклассников. Остальные вместе с родителями и учителями на школьном дворе просто не уместились бы. 211-я – ярчайший пример школы переполненной. Таких много в отдаленных районах города, где жилья вводят много, а вот социальные объекты, в том числе школы, по пальцам пересчитать. Например, здесь большое здание, рассчитанное на тысячу человек, но сегодня за парты сели 1970 учеников, то есть в два раза больше. Это раньше буквы М, С означали профильную направленность класса, теперь алфавитный порядок. Здесь первых классов сразу 10 и похожая ситуация во многих школах. 19 410 – это первоклассников приняли в этом году. Это на 1300 больше, чем в прошлом. 1300 детей. Если даже разделить на 25, посмотрите, сколько дополнительных классов нужно открыть. Если всех первоклассников равномерно распределить по городским школам, то в Новосибирске на параллель приходился бы 91 ученик, в Омске – 84, в Кемерово – 87. Меньше всего школ в Томске, там число учеников первой параллели было бы 103 на каждую школу. Сегодня перед всеми городами стоит задача до 2025 года полностью избавиться от второй смены. Пока это невозможно. Особенно сложно томичам. Если на окраинах 4 площадки под новые школы уже определили, то в старом центре, где и без того и тесно, подходящего места уже не найти. Там, где школ хватает, не найти педагогов. В Омске к началу учебного года не хватает почти 200 учителей. По специальности идет работать лишь каждый второй выпускник местного педуниверситета. Многие кемеровские школьники в этом году останутся без преподавателей английского, физруков и математиков. В математике очень остра проблема стоит. Большая нагрузка на оставшихся учителей ложится. А математика, сами знаете, это проблемный предмет, которому мы должны уделять внимание. В общем, конечно, комплектование, вот сейчас отчеты будут сдаваться и точная цифра будет на 1 октября. Но пока предварительная цифра – около 300. Учителей все меньше, учеников все больше. И, похоже, в ближайшие годы тенденция сохранится. Так и будут на торжественных линейках мелькать таблички. Первый К, первый Ж. Родители, впрочем, относятся к этому с юмором. Каково вам будет учиться? Это отлично. Нам будет отлично, потому что у нас фамилия на букву К начинается. Нам будет легко запоминать. Это наш класс, мы точно не поделяемся. Мария Черешнева, Максим Денисов, Дарья Тарасенко, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.